всем привет меня зовут илья и как ты уже мог догадаться сегодня речь пойдет о компрессоре по счастливой случайности обстоятельства так сложились что мне в руки попал отличный прибор о котором есть что рассказать объяснить продемонстрировать но это не будет как стандартный обзор примочки на что она способна что крутить и прочее это также будет еще и гайд потому как настраивать компрессор обычному музыканту гитаристу бас-гитаристу какие какие крутилки за что отвечают какие параметры что делает вообще как как подходить к этой проблеме как не тупить при настройке компрессора потому что вопрос судя по комментариям интересует людей и меня тоже одно время интересовало но я как-то сел разобрался и спешу поделиться этим с вами своих предыдущих видео я уже объяснял для чего нужен бас-гитарист компрессор во-первых для тех кто играет поп и рок-музыку там необходим ровно динамический бас без провалов без всплесков абсолютно ровный красивый и глубокий и во втором втором варианте для тех кто играет разными техниками звукоизвлечения чередуют слэп мьют технику пальцами для того чтобы не проваливаться при переходе для того чтобы ваша партия была ровная и не терялась или наоборот не вылезала из общей картины но делать данный гайд я буду не один мне поможет в этом мой хороший друг коллега очень профессиональный бас-гитарист музыкант педагог звукорежиссер вадим собственно благодаря ему мне попало в руки это размещать на педаль музыкант педагог клуб музыкант педагог Субтитры сделал DimaTorzok Соковыжималка от компании T-Rex Квизер, компрессор для бас-гитаристов Многие спрашивают, как же пользоваться этой чудо-примочкой Что же надо крутить и в какие стороны направлять крутилки Для того, чтобы получать правильный басовый звук Да, давай, попытаемся разобраться Здесь у нас отвертку надо, чтобы открыть, посмотреть, что там внутри Да, но мы не будем придавать этому такого значения, сильного Мы видим, горит внутри красный огонек Это значит, что педалька ламповая Подогревается настоящей лампой из телевизора Да, советского, скорее всего Советского телевизора и создает теплый ламповый звук компрессора Значит, тут видим шесть педалей Видимо, еще сочный звук, потому что это же соковыжималка Наша задача в конечном итоге получить сочный такой звук Конечно, обязательно Написано здесь сейчас, если увеличить Я наоборот, да, вот так вот Что в Дании был дизайн, инжиниринг в Дании произведен То есть она придумана датскими инженерами лучшими из лучших Но собирается неизвестно пока где, не могу понять Но компрессор, так скажем, не из дешевых Это такой элитный для бойцов низких фронтов на бас-гитаре Очень элитная педалька Он очень такой, я бы сказал, очень деликатный, интеллигентный компрессор Интеллигентный Он не производит тех манипуляций, которые обычно можно встретить у дешевых компрессоров Очень слышно работа компрессора, здесь все очень аккуратно А лампа, наверное, нужна для того, чтобы немножко окрашивать сигнал То есть, чтобы сделать его более теплым, наверное, как-то так Ну, это уже для любителей эстетов, для ценителей Для таких ребят, которые прям хотят познать такие моменты истинно звуки Что мы еще не доросли, к сожалению, с Вадимом до таких Но мы, да, растем, вот сейчас просвещаемся Играем, просвещаемся в плане настройки компрессора Плюс были комментарии на канале под видео у меня с просьбами рассказать Как работает вообще компрессор басовый, как его настраивать нужно Какие... знать моменты, какие нюансы для определенных ситуаций И вообще, как это все работает, зачем столько крутилок здесь вообще Если педалька, казалось бы, она не трещит, не звенит, не пищит, не перегружает Казалось бы, зачем она нужна-то, да? Но столько крутилок, кажется, целых шесть И мы сегодня разберем каждую крутилку, поиграем, сравним И насколько мы можем судить эту всю тему Ну, Вадим Валерьевич С чем мы начнем? Наверное, лучше начать с самой главной крутилки Комп Компрессия Компьютер, это компрессия Компрессия, да Многие подумают, что это комп, типа... Надо уточнять этот момент Здесь нет ничего цифрового Чисто аналоговая Аналоговая Сквизер Не побоюсь этого слова Да Давай, Вадим, объясни нашим ребятам, мужикам Что за ручка-комп Для чего она вообще... Сейчас мы включим комп Для чего она вообще придумана здесь? Так, ручка-компрессор сжимает сигнал То есть, если у нас слишком громкий сигнал Например, какие-то ноты громкие встречаются в произведении Так Мы можем этой ручкой, вот так вот Производят такие несложные манипуляции Мы можем поджать сигнал И такая получится на выходе колбаска такая, знаешь Рубненькая такая, как вот на фабрике Ну, хорошо Это у нас комп или ратио еще бывает, да? Да, это на многих ратио Рейшо, да, называется Ну, это вот то же самое, что рейшо, да Хорошо Это вот и есть тот самый компрессор, который сжимает Самая главная крутилка Вот самая главная крутилка Это комп, да Хорошо Давай перейдем дальше Вторую какую мы разберем? Ну, трэш-холд, наверное Трэш-холд, окей Пока трэш-холд на нуле Вот это считается ноль Вот это положение Его компрессор не сработает Ничего не поможет Так Поэтому мы должны опускать Вот, покажи Вот моя рука Так И вот она опускается, опускается Вот так же порог можно опускать И наш сигнал, то есть наш звук Постоянно будет упираться в этот порог И, соответственно, будет происходить сжатие Пока он не достиг порога Сжатия ручкой комп не происходит И вот мы опускаем порог И комп начинает срабатывать То есть сжимать Понятно, да? То есть, если я уберу вообще вот так вот Сильно опущу его вот так вот Так, сильно опустили мы Влево К плинтусу, да Будет очень жесткий Жесткое сжатие Да, звук будет задавлен При этом, да Если будет компрессор тоже до конца То это будет вообще экстремальная компрессия Для чего вообще экстремальная компрессия? Нужна она или нет? Ой, ну так больше в художественных каких-то Каких-то художественных, понятно В целях А в обычному рядовому бас-гитаристу нашей страны Как стоит, какой лучше уровень треш-холда поставить Для того, чтобы было комфортно играть Например, аккомпанемент в песне И уровень компрессии Ну, я думаю, что больше на слух Вот ты чувствуешь, что громкая нота подавляется Вот, да А тихий как бы не трогается Вот я думаю, что это оптимальный будет Как бы такой вариант Ага То есть я обычно ставлю что-то, нечто среднее То есть я от этого уже исхожу Вот так вот ставлю Так, то есть мы 12 часов ставим Это дальше мы уже по вкусу подкручиваем Да, да Треш-холд это у нас тот самый порог После которого срабатывает уже вот эта ручка компресса Она не будет без треш-холда работать Если я треш-холд 0 поставлю, комп бесполезен Он ничего не жмёт Треш-холд обязательно надо в сочетании с этим вот параметром Хорошо, это понятно А порог в децибелах, да, у нас? Да, в децибелах Чем мы левее крутим, тем, соответственно, порог в децибелах ниже Ниже, да Тише, на тихом пороге срабатывает Да, 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 уже срабатывает на тихом Компрессор это, насколько он давит Он может быть 2 к 1, 4 к 1 задавит Там децибелы, в общем, надо читать Окей, будем читать книжки просто сейчас Да Дальше У нас внизу ещё 2 крутилки не менее интересные Это атака Атака Атейк Или как атака? Атек Этек, наверное Этек Да Этек Мы не будем вдаваться в английские подробности Атака и релиз Давай разберёмся, для чего вообще они тут нужны Атака – это время срабатывания комприи вот этой ручки То есть, она может сработать не сразу, а спустя несколько миллисекунд То есть, если стоит вот так ручка, то есть, сжатие происходит практически моментально Так, значит, как это выглядит на схеме Вот у нас есть звуковой сигнал Волна И вот этот горб называется атака, в общем-то, обычного инструмента У каждого есть атака, то есть, время Когда ты извлёк звук в самой громке Да, да, пинок вот этот Окей И мы можем его срезать вот так вот, понимаешь? Чтобы он был поровнее Да То есть, и колбаска уже будет такая вот, ровненькая Окей Вот так, образно говоря Опять же, такого не происходит прям реально Но очень близкая к этому Ага Ну, короче говоря Чем атака, вот смотри сюда Вот, когда атака практически на нуле То сжатие происходит моментально И вот этот горб сразу срезается Уничтожается Угу Если атака стоит где-то наоборот, вот здесь То она этот горб пропускает А потом начинает сжимать вот отсюда То есть, вот это время она не трогает Не трогает Она пропускает его А вот этот здесь уже сжимает И получается сустейн такой По идее, должен быть длинный сустейн Так Если я не прав, может быть, кто-то из подписчиков Да, в комментариях пишите Там поправят меня, да То есть, если тебе нужно манеру пасториуса какую-то взять Да, то там лучше подчеркнуть каждую нотку Чтобы как горох был А когда тебе нужно качать какой-то такой груб играть Длинные ноты там, да Чтобы они были ровные у тебя, идеальные И тихие звуки все были Насыщенный такой басок Тогда вот лучше убрать горб И как бы сделать его таким более плоским Но зато будет по всем частотам хорошо прорезаться Хорошо будет слышно в миксе его У нас остается релиз Еще две крутилки Да Таинственные Давай начнем с релиза Для чего эта кнопка? Для чего эта крутилка нам нужна? Ну смотри, сначала сигнал был на каком-то уровне До того, как мы поджали его Когда происходит сжатие компрессии То уровень сигнала падает То есть он становится ниже, тише И поэтому, чтобы вернуть обратно В исходную громкость компрессор Вот есть ручка релиза Это возврат Это возврат А как мы настраиваем этот возврат? Он для определенных стилей нужен или как? Нет, обязательно нужно учитывать темп песни Потому что это самый музыкальный параметр Релиз То есть если песня быстрая То восстановление должно быть быстро Это мы должны быстрое восстановление влево, да? Влево, по идее, да Здесь релиз быстро происходит То есть практически сразу восстанавливается Изначальный уровень громкости А если мы его кручиваем вправо Соответственно он восстанавливает медленно Медленно восстанавливает Это для каких-то медленных композиций Да, да, где хвост надо продлить Там посидеть немного на нем Вот на этом хвосте И вот он как раз вытягивает его по долгому, как бы, сустейн вытягивает Ага, понятно А обычно как ты ставишь лично в своей практике? Обычно, ну вот опять же, исходя из темпа Если соло, например, надо сыграть? Соло, соло Ну когда много нот, тогда релиз стараюсь покороче делать Атака будет более подчеркнута Если релиз сделать вот таким Ну, как бы, немножечко пропустить горбик Ага Это все, тут вообще все связано Релиз, время восстановления Чем левее мы ставим, тем сразу быстрее срабатывает восстановление Короткий промежуток времени Да, да Чем правее Все, тут мы решили Да Окей Значит, давай дальше Гейн, что он нам дает? Гейн Вот он, гейн Гейн, это уровень входного сигнала Например, тебе не хватает входного сигнала Ну, тихий, например, сигнал Тут ты можешь добавить гейна Насколько я понимаю, в ламповых компрессорах гейн еще, может быть, придаёт Преукрашивает, да? Да, окраску придаёт Ламповую окраску, теплоту Это как на комбике Гейн крутишь, там он становится, ну, получается, как бы перегруженный сигнал такой Как овердрайв такой, типа Вот А левел, это как бы выходной сигнал То есть, мы же поджали звук, он стал тише Теперь его надо приравнять к тому звуку, который, ну, к чистому Вот если я выключу, у меня один уровень Я включаю тише Поэтому, чтобы тихо не было, я должен сделать одинаково с выключенным звуком Будет одинаковый уровень сигнала абсолютно По громкости Вот, вот так вот Потому что, когда у тебя, допустим, соло И ты хочешь там компрессор навалить Ты включаешь этот компрессор, а он звучит тихо, понимаешь? И чтобы этого не было, нужно приравнивать обязательно сухой сигнал и обработанный сигнал Сначала мы сыграем на чистом звуке, то есть без компрессора Так, теперь Включаем компрессор Вот такие настройки Треш-холд Компрессор Вот в таком состоянии, положении Вот уже слышно, звук поджимается немного Теперь попробуем вот так сделать, наполовину То есть, опять же, вот эти очень важные ручки Я повторяю, что без них компрессии не будет происходить Компрессор Опять чистый Эту же фразу сыграем теперь с такими настройками Ну, достаточно сильно, да Уже слышно, да Ну, давай попробуем вот так вообще сделать То есть, компрессор достаточно сильный Порог достаточно низкий уже Близко к экстремальной компрессии Так мало кто делает, когда просто надо играть Как сказать Обычный аккомпанемент, да Попробуем сначала чистый послушать Включаем Вот даже слышно, что сигнал становится тише Ну и давай до конца прям доведём Дожмём прям сигнал Насколько можно Так Может быть, поднапустим гейна, да До конца прям Чтобы всё прям до конца было Так чистый Как всегда Включаем А теперь давай, пользуясь случаем Сразу повернём атаку Не на резкое срабатывание А на позднее срабатывание И релиз тоже Будет восстанавливаться Долго Сигнал Послушаем Вот я буду играть отдельные ноты Лучше просто Очень задавлено Может компрессия, потому что высокая Да, высокая компрессия Конечно, она всё сжимается И чтобы сигнал стал снова громким Там уже в редакторе приходится поднимать эту громкость И тогда мы сможем услышать действительно Как он сильно сжат То есть, насколько тихие звуки стали громкими В заключении хочу сказать пару слов Ни один прибор, ни один компрессор Не сделает из вас хорошего музыканта Не исправит самую поганую партию И не сделает из ваших рук прямые Если они кривые Поэтому не стоит уделять этому огромного какого-то внимания Это всего лишь средства Которые помогут тебе При наличии какого-то скилла При наличии какого-то понимания Оно лишь поможет тебе Оно не спасёт тебя Если у тебя всё плохо Поэтому в первую очередь нужно Качать звукоизлечения Заниматься музыкальностью А потом только уже смотреть На такие вещи как компрессор И проще педальки На этом сегодня всё По поводу конструктивной критики Предложений, возражений Пишите в комментариях Прочитаю Всем любви, доброты Пока Субтитры сделал DimaTorzok